Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. С вами программа «100 вопросов» и сегодня у нас в гостях преподаватели русского языка и литературы многопрофильного лицея города Димитровграда, победительница федерального конкурса «Учитель года» Анастасия Менгачева. Анастасия, здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Готовы? Готовы. Поехали. Анастасия, спасибо, что нашли время на интервью. Я знаю, что после нас вас ожидает съемочная группа канала «Репортер». Мы продолжаем вас видеть на федеральных каналах. Насколько вжились вы в этот ритм? Удобно ли вам? На самом деле, мне немного некомфортно, потому что я человек совершенно не публичный. И на самом деле, я боюсь сцены и боюсь публики, хотя ребята, с которыми мы были на конкурсе, говорят, что это абсолютно незаметно. Поэтому, если честно, работа с прессой меня немножечко утомляет. И большим тюрем хочется работать в своей родной школе в лице и вот так, только с детьми. Анастасия, мы безумно гордимся вами и поздравляем от лица редакции, от лица всех ульяновцев. Скажите, что же все-таки привело вас к победе? Часто задают этот вопрос. Наверное, работоспособность, целеустремленность и желание не подвести свою область прежде всего. Потому что я уже говорила, что здесь ты работаешь не на себя уже, не на свой результат, а на результат региона. Ваш класс вас поддерживал? Да. Как он вам помогал? Это было общение в социальных сетях. Каждый вечер я имела возможность выйти в контакт, прочитать свою страницу. Поэтому и дети, и родители, и коллеги, конечно, писали добрые слова, поддержку. Поэтому было общение именно такое. Анастасия, раньше уважение к профессии учителя было незыблемым. Последние десятилетия несколько изменили имидж учителя. Скажите, как вернуть то уважение к профессии? Вы знаете, мне, наверное, тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не замечаю, если честно, ни по своим коллегам, ни по себе, что теряется авторитет учительский, и дети перестают уважать. Наверное, немножечко смещается сфера интересов детей, а учителя по-прежнему уважают. Но я думаю, что если есть интерес к личности и к предмету, то интерес к профессии не будет утерян. Анастасия, в Ульяновской области действует движение за советскую школу. Вы знаете об этом? Первый раз от вас слышу. Да? Но в таком случае у меня вопрос. Как вы считаете, что можно было бы привнести из советской школы в современную действительность, а что ни в коем случае не нужно заимствовать? Вот вы знаете, чего, наверное, я не видела в своих учебных учреждениях, что было в моем детстве походы. Я очень люблю выходить на природу. Я помню, что у нас-то как раз в школах это очень поддерживалось. Очень часто мы собирались и классами, и школой, и с родителями, с учителями шли в походы, потому что вот это единение, сближение, оно как раз происходит во внеурочную деятельность. Сейчас все-таки не очень это приветствуется, да, остаются отношения только в школе, редко выходят за границы, поэтому вот хотелось бы, наверное, из советской школы забрать именно вот это. Какая-то трудовая дисциплина, может быть. Вот, а от чего нельзя, наверное, здесь я некомпетентна, чтобы отвечать на этот вопрос. Угу. У вас есть дети, Анастасия? Есть, у меня сын. Сколько ему лет? Семь лет. Семь лет. Он школьник? Пошел в первый класс в этом году, да. Чей авторитет сегодня для него выше, мама или учительница? Я думаю, что мама. Ну, а так как мама еще и учительница, то тут он просто незыблем. Нет, мой ребенок очень меня уважает, он очень уважает мой труд. Никогда не возникает у нас по этому поводу с ним конфликтов и споров. Несомненно, ему бы, конечно, хотелось больше времени проводить со мной свободного, но он прекрасно понимает и переживает за меня и за мою деятельность. Скажите, а как складываются ваши отношения с родителями учеников? Иногда для преподавателей, для педагогов это бывает непростой плоскостью отношений. Для меня было это непросто по той простой причине, что я оказывалась очень часто младше своих родителей, поэтому я всегда смущалась тем фактом, что я должна стать для них авторитетом, да, и человеком, который, в принципе, учит и дает им какие-то рекомендации. Но, тем не менее, никогда я не сталкивалась со сложностями и с непониманием. Очень хорошо мы всегда общались с родителями и 11-го класса, и 5-го класса, которые я взяла уже на следующий год. Проблем не было, очень легко нам было находить общий язык. Скажите, что следует делать непременно всем родителям, чтобы в будущем гордиться своим чадом? Я думаю, не пускать на самотек, потому что современный мир, наверное, диктует такие условия, что родители в основном все свое время проводят на работе, желая дать для своего ребенка создать максимально комфортные условия для обучения. Я говорю сейчас о материальной сфере, и очень потом от многих слышишь, что, наверное, следовало бы побольше общаться с ребенком и больше уделять ему времени, совместное обучение. Я стараюсь, конечно, не отставать, идти в ногу со временем, учиться вместе со своим сыном с первого класса, осваиваем с ним крючочки, палочки, звездочки. Очень интересно, между прочим, учиться в начальной школе. Хватает времени на домашние задания с ребенком? Хватает, да. Это хорошо. Хорошо. Анастасия, что вам подарили на День учителя? Ну, так как День учителя отмечали мы в этом году абсолютно удивительным образом в Москве и в Кремле, поэтому в основном поздравления я получала устные, а на работе это были приятные сладкие сюрпризы от моих детей. Мои дети знают, что я большая сластена, поэтому это, конечно же, шоколад, конфеты, цветы, которые меня вот всегда радуют, поэтому такие подарки. Сейчас, если вы знаете, Анастасия, очень резонансно муссируется тема школьных поборов. Сборы на нужды, на учебные материалы, подарки и так далее. Как вы можете прокомментировать это? Ну, наверное, как человек, который работает в школе, да, и в этом году я стала мамой первоклассника, меня, если честно, эти вопросы никогда не смущали, никогда не ставили в тупик. Потому что я считаю, что если не родительская финансовая помощь, да, пускай какая-то минимальная, совершенно небольшая, она, наверное, должна восприниматься адекватно, потому что ремонт осуществляется, да, за счет федеральных средств, за счет муниципальных средств и так далее. Но всегда есть что-то такое, что в школу необходимо, да, я не знаю, какие-то минимальные канцелярские там товары, бумага, да, я не знаю, мел, еще что-то. Поэтому я отношусь к этому абсолютно адекватно и спокойно, но все, наверное, должно быть в пределах разумного. — Анастасия, губернатор Сергей Иванович Морозов обещал подарить вам квартиру. Где бы вы ее хотели, в Ульяновске или в Димитровграде? — В Ульяновске. — А сейчас вы где живете? — В Димитровграде. — Вы переедете в новую квартиру? — Перееду. — Легко ли вам будет расстаться со своим гнездышком? — Легко. — А если бы вам предложили квартиру в Москве? — Нет. — И работу? — Нет, Москва — это совершенно не мой город, не тот город, не с тем ритмом, который я люблю. Я очень люблю Ульяновск, несмотря на то, что я родилась не здесь. Я здесь училась, у меня здесь очень много друзей, у меня здесь близкие люди, родные люди, поэтому я бы легко переехала. — Мы смотрели церемонию награждения и видели, как губернатор подарил вам кольцо, сказав о том, что он сделал вам предложение обручиться с регионом. Вы ответили, я согласна. Это было потрясающе, красиво. Вы знали о такой задумке? — Нет, нет, конечно. Обычно о сюрпризах, о подарках никто не предупреждает, поэтому удивительно всегда наблюдать за реакцией человека. Конечно, нет, я не знала, но согласилась, и это было от чистого сердца, от души, поэтому вот эти, наверное, эмоции были еще более ценные и дороже. — Поговорим об учителях года нашего региона. Ольга Николаевна Мезина, сейчас она министр культуры. Екатерина Владимировна Уба, сейчас она заместитель председателя правительства Ульяновской области. Вопрос такой, готовы ли вы к подобным предложениям? — Вы знаете, я уже получила предложение, связанное с движением по карьерной лестнице, но я отвечала уже и на пресс-конференции по прибытии в Ульяновск о том, что я бы, наверное, хотела остаться в школе и работать в школе. Для меня все-таки учительство стоит на первом месте, поэтому движение по карьерной лестнице в структуру министерства, наверное, пока это не мое, и я бы хотела учительствовать и работать только с детьми. — А какова ваша профессиональная амбиция? — На самом деле, когда я пришла в школу, я говорила своей семье о том, что для меня, наверное, страшно всю жизнь быть только учителем и не иметь никакой возможности двигаться вперед. Но я говорю сейчас, например, о месте заместителя директора, о директорском кресле, хотя о директорстве я сейчас совершенно не думаю. И мне всегда было очень важно понимать и осознавать тот факт, что если ты двигаешься, значит, у тебя получается работать. Вот в этом году я получила предложение и согласилась на него, заняла место заместителя директора по научно-методической работе. Мне интересно, для меня это важно, поскольку я имею возможность и заниматься учительской деятельностью, у меня есть часы, я веду и в пятом классе уроки, и в девятом классе. И, кроме того, я могу работать и с коллективом, и отдельно с одаренными детьми, поскольку научно-методическая работа, она как раз связана с движением олимпиадным, с творческими проектами, с исследовательской деятельностью. Мне это интересно, поэтому для меня это очень важно. Наверное, сейчас для меня ценно то место, на котором я нахожусь. — В любой сфере есть что совершенствовать. Что вы могли бы привнести в отрасль образования? — Скорее всего, это будет связано с тем педагогическим опытом, который я представляла на всероссийском этапе. Наверное, необходимо искать новые методы и приемы работы в своей предметной деятельности. И вот в русском языке мне хочется отойти, наверное, от таких классических форм преподавания. Я рассказывала о том, что я очень часто использую методы журналистики на своих уроках русского языка. Мне кажется, вот эта интеграция, поиск каких-то новых путей решения, учет интересов детей современных, они, наверное, должны находить отражение в уроке для того, чтобы преподавание было качественным, интересным и для детей, и для учителя. — А как находят отражение журналистики на ваших уроках? — Вы знаете, очень часто мне дети говорят о том, ну и это и заметно, да, что много времени, большое количество свободного времени, это подтверждается социологическими опросами, дети проводят в сети интернета. Да, совершенно разные увлечения. Это могут быть и социальные сети, да, это может быть просто, например, просмотр видеороликов, наблюдение, изучение блогов знаменитости, потому что сейчас это очень актуально и очень популярно, и дети задают вопрос, а как вот мне стать блогером, как мне научиться вести свой блог? Я хочу завести свой персональный сайт, могу ли я писать в интернете? И вот отталкиваясь вот от этой сферы деятельности, я говорю, что действительно этому можно научиться, это очень интересно, если ты делаешь это грамотно и с умом. Поэтому вот на уроках русского языка я рассказываю, да, вот интегрирую журналистику в русский язык, рассказываю о том, как это можно грамотно делать. А в любом случае блог это, да, или твой персональный сайт, это должен быть грамотным собеседником. А грамотность — это в первую очередь русский язык, поэтому вот оно, то качество русского языка, качество образования, которое есть у меня и у моих детей. — Вы сами активны в соцсетях? — У меня есть свой персональный сайт, на котором я работаю очень часто. Я туда захожу ежедневно, обновляю новостную ленту, выкладываю определенные материалы, поэтому с этой точки зрения да. Хотя если говорить о социальных сетях, мне, наверное, не очень комфортно там, я предпочитаю все-таки общение вживую с человеком. — А вы ограничиваете детей в пользовании интернет? — Наверное, сказать о том, что я их ограничиваю, я не могу, потому что я для них преподаватель, а не родитель, да, все-таки, наверное, это сфера деятельности родительская. Своего ребенка я ограничиваю, и он не сидит у меня за компьютером, он не работает в планшете, то есть он читает книги, потому что для меня важно, чтобы книга была бумажной, да, в бумажном виде. Какую-то дополнительную информацию может получить от меня, а, наверное, своих учеников, своих детей я учу просто грамотно работать в сети интернет и не ставить для себя вот приоритетным общение в социальных сетях. — Анастасия, поговорим о пресловутом ЕГЭ. Нравится ли вам эта реформа? И можете назвать плюсы, минусы. Хотели бы вы вернуться к той системе экзаменации, которая была у нас с вами в школе? — Вы знаете, Диана, если говорить о ЕГЭ по русскому языку, я считаю, что это удобная форма проверки знаний, поскольку уже несколько лет, третий год, во-первых, допусковым является сочинение, да, успешное написание которого становится допуском к сдаче экзамена по русскому языку, а это классическое сочинение по литературе. Поэтому здесь мы не отходим ни от стандартов, да, ни от изучения художественного текста. Что касается самого экзамена по русскому языку, то кроме тестовой части, где надо не просто выбрать правильный ответ, его надо найти в тексте, аргументировать свою точку зрения, там есть и письменная работа, это сочинение. Поэтому меня это устраивает, мне нравится, потому что теория очень хорошо связана с практикой, да, и выбор короткого ответа разумно сочетается с письменной работой. — А как не растерять потенциал ребенка, когда он вынужден ставить лишь галочки напротив правильных ответов? — Вы знаете, здесь, наверное, все зависит и от ребенка, и от родителей, которые верно доносят до него информацию, да, то есть мы понимаем о том, что ЕГЭ — это достаточно быстрый способ проверки знаний, но тем не менее, если ребенок и родитель заинтересован в учении, в получении качественного образования, всегда есть какая-то платформа, база, дополнительные источники информации, с которыми ребенок работает, и всегда мы говорим о знаниях более глубоких, чем, например, тестовая часть, которая проверяет, наверное, все-таки, да, вот что-то такое общее, унифицированное. — Анастасия, можно личный вопрос? Обычно успехи в карьере сказываются на личной жизни. Развитие вашей карьеры повлияло на личную жизнь? — Вот это, наверное, тот вопрос, на который я бы не хотела отвечать. Я хочу сказать, что в моей личной жизни это помешало. С одной стороны, а с другой стороны, как показала практика, впоследствии помогло. Хотя я смотрю на своих коллег, наверное, должно быть полное взаимопонимание в семье и полное доверие, полная гармония для того, чтобы учитель хорошо реализовывал себя и на работе. Потому что вы сами понимаете, да, что работа учителем сейчас, если мы говорим еще о школах, которые работают в две смены, да, это всегда сказывается не очень положительно на отношениях в семье, да, потому что не всегда и дети, и вторая половина понимает, да, необходимость проведения большого количества времени на работе. Это тетради, которые всегда есть дома, да, это подготовка к урокам. Поэтому я вот, наверное, отвечу для вас очень обтекаемо. С одной стороны, это мне помешало, а с другой стороны, сейчас, как я понимаю, мне это очень помогло. Вы замужем? В данный момент нет. Ну что ж, тогда поговорим о фильмах советских и российских, где сюжеты сводятся к тому, что старшеклассник влюбился в учительницу. Это всегда очень трогательно, романтично. У вас бывали такие? Нет, подобных ситуаций у меня не было, наверное, к счастью. Вы просто о них не знаете, наверное. Хорошо. Маркетинг или маркетинг? Ну просто спрашиваю вас как учителя русского языка. Я не знаю, маркетинг, наверное. Как правильно, скажите мне? Ну, в общем-то, спорный этот вопрос. Я считаю, что маркетинг, от английского слова market, вас часто спрашивают вне школы о том, как правильно, Настя. Вы знаете, наверное, вне школы спрашивают меня об этом нечасто. Да, а дети, особенно старшеклассники, смеются, говорят о том, что прежде чем ответить вам, необходимо много раз подумать или найти синонимы, которые как раз не заставят сомневаться в ударении. Мне не приходится сталкиваться со словом маркетинг, поэтому сейчас я и смутилась. Вот, поэтому тяжело сейчас мне было ответить на этот вопрос. Вы поставили меня в тюрьму. Как вы относитесь к сленгу, который рулит сознанием молодежи? Я сама стараюсь не употреблять заимствования и сленговые слова в своей устной и тем более письменной речи. И все-таки детей своих я приучаю к классическому, к правильному русскому языку. Понятно, что когда вокруг тебя большинство людей говорят и используют в своей речи сленговые или заимствованные слова, ты волей-неволей начинаешь их произносить тоже. Но я говорю о том, что всегда удивительно слышать правильную чистую русскую речь, которая богата и насыщена художественными средствами. И когда дети это слышат, когда они слышат образец правильной речи, устной речи, они стараются, конечно, не использовать. Поэтому, да, для меня это важно, для меня это в приоритете. Стиль учителя считается, что он очень сдержан, элегантен, не пафосен, не вычурен. Скажите, как удержаться от многообразия, которое предлагают бутики, и при этом не выглядеть серым чулком? Вы хорошо выглядите. Спасибо большое. Я, наверное, тот человек, который совершенно не любит ходить по магазинам, тем более покупать какие-то, как вы сказали, пафосные и вычурные вещи. Для меня все-таки образец учительства – это классическая одежда, да, это сочетание таких стандартных классических цветов – белого, серого и черного цвета. Я сама очень люблю такую одежду. Я считаю, что и для учителя, и вообще, да, выбор определенных фасонов классических и определенных классических цветов, наверное, наиболее выигрышен, и он остается в моде всегда. Поэтому у меня с этим никогда нет проблем. Как вы поддерживаете себя в хорошей физической форме? Я много хожу, на самом деле. И по школе приходится очень много ходить с этажа на этаж, по кабинетам. Я люблю гулять и стараюсь находить время для прогулок со своим ребенком. У меня нет машины, поэтому я априори вынуждена много ходить. Вот. Ну и, наверное, генетика. Поэтому хорошая физическая форма. Настя, что вы сейчас читаете, если на чтение остается время? На самом деле, когда я уезжала на конкурс, я говорила своим родным и близким, что очень хочется уже вернуться с конкурса, да, чтобы наступил уже наконец 10 октября. Я могла спокойно уже не готовиться к конкурсу, а читать книги, потому что читать я очень люблю. Ну, программный материал, само собой, перечитывается, да, для подготовки к урокам. Это пятый класс, сейчас басни Крылова мной активно изучаются, и ребенок мой читает тоже басни Крылова вместе со мной. Девятый класс – это период сентиментализма и Карамзин «Бедная Лиза». А для себя у меня есть книга Шалве Аманашвили, которую мне подарила коллега, поэтому очень хочется начать ее читать. А вообще я перечитываю очень много, я перечитываю своих любимых текстов. «Мастер и Маргарита» – это, наверное, та книга, которая зачитана мной до дыры, разобрана на цитаты. Очень люблю, очень много у меня там закладок, всегда ее просматриваю. Ну и летние книги, я их называю так, 1 июня всегда начинается с «Рая Брэдбери» и «Свина из удуванчиков». Это мой любимый текст. Анастасия, такой вопрос. Насколько я знаю, у вас планируется турне по муниципальным образованиям Ульяновской области. С какой программой вы поедете к педагогам, коллегам? Вы знаете, пока мы не выстраивали вот этот вот маршрут образовательный, я действительно услышала Сергея Ивановича и его предложение попутешествовать, да, если можно так сказать, по Ульяновской области. Я думаю, что это будет представление моего педагогического опыта. Я с радостью поделюсь с коллегами тем, что я нашла для себя, вот как я преподаю русский язык. Мне бы хотелось, потому что я очень люблю показать свой мастер-класс, который я демонстрировала на конкурсе. Ну и, наверное, просто живое общение, и мне бы хотелось самой напитаться каким-то опытом, потому что мой педагогический стаж еще не очень великий, я работаю только пятый год, и я считаю, что есть коллеги, наверняка я в этом уверена, которые бы могли и меня чему-то научить, поэтому я бы с удовольствием произвела такой взаимовыгодный обмен. Анастасия, вы планируете номинироваться на конкурс «Учитель года» снова, чтобы занять первое при первое место? Нет, нет, я себе ответила на этот вопрос. На самом деле, когда я входила в конкурс, конечно же, я не предполагала о том, что вот будет такое движение, я смогу занять первое место, потому что, когда я пришла на город, у нас было не очень много участников, у нас было всего пять человек, и я даже не думала о том, что я смогу одержать победу, потому что столько рядом со мной было коллег с большим опытом работы, которым было что показать, И когда я заняла первое место, конечно, меня это вдохновило для того, чтобы участвовать дальше в областном этапе. На областном этапе тоже для меня было удивительным, когда я заняла первое место, а когда поехала на Россию, я говорю, тут уже, конечно, в приоритете было достойное представление своего региона. Но это очень тяжело, это отнимает огромное количество времени и силы моральных и физических, поэтому поддержать коллег и стать для кого-то наставником с удовольствием, но еще раз войти в конкурс, однозначно нет. — Вы будете поддерживать теплое общение с бывшими соперниками, конкурсантами? — Вы знаете, Диана, я не могу назвать их соперниками, по крайней мере, никому из них я так не относилась. Мы поддерживаем сейчас отношения и общение, и сейчас я ловлю себя на мысли, что несмотря на то, что существует невероятная пока усталость, да, и очень хочется на какое-то время даже закрыться от людей, побыть в одиночестве, почитать, помолчать, да, задать себе несколько вопросов, мы очень активно общаемся со многими участниками, с которыми познакомились на конкурсе, и уже поступило много предложений о том, чтобы приехать в города. Владимир меня пригласил, моя коллега-филолог, соответственно, ты приглашаешь тех людей, которые тебе наиболее приятны, да, и ты понимаешь, что для области они были бы ценны даже для обмена педагогическим опытом, поэтому, конечно, я очень надеюсь, что это общение будет продолжаться и дальше, потому что вот эта учительская среда и учительская семья, которая сейчас уже вокруг сформировалась, ну, здорово в ней находиться и здорово ощущать поддержку и помощь коллег. Анастасия, вы закончили педагогический университет. Многие считают, что в пед поступают те, кто не успел поступить никуда или не поступил. Ваш выбор университета был осознанным? С самого детства. Надо мной многие, наверное, посмеиваются, а кто-то, может быть, даже не верит. Обучаясь в начальной школе, я уже себе ответила на вопрос, что я буду учителем, именно учителем русского языка и литературы. Хотя родители и родственники предлагали поступать в музыкальное училище, поскольку я заканчивала еще и музыкальную школу, играла на скрипке, но у меня таких мыслей никогда не было. Я понимала, что музыкальная школа будет, ну, и закончена, и дальше двигаться уже в приобретении, да, в получении музыкального образования я не буду. Это будет только филфак. У вас есть мечта? Есть. Поделитесь? Нет. Сокровенная? Сокровенная, да. Наверное, правильно говорят о том, что вот все то, что ты хочешь сберечь, все то, что для тебя важно, это должно оставаться только внутри тебя. Она как-то связана с педагогикой или это совсем личная? Я думаю, что она совсем личная. Анастасия, скажите, найдется ли у вас время на отдых во время осенних каникул? Мы учимся по триместрам Димитровград, и у нас уже сегодня начались первые промежуточные каникулы, совсем короткие, с четверга до понедельника, и пока они будут связаны с документами, которые накопились у меня на работе. То есть я постараюсь вот все долги, которые у меня есть, бумажные, да, вот как-то погасить и войти в ритм уже с понедельника. А те осенние каникулы, которые случатся в ноябре, я очень люблю выезжать за пределы области. Это может быть просто выезд на природу, да, и прогулка по лесу. Сейчас замечательная золотая осень, и хочется выбраться куда-то, да, погулять в лес, но ребенок приболел, поэтому сейчас, к сожалению, не получится. Если будет возможность в ноябрьские каникулы отправиться, например, в соседний регион, в Казань или в Самару или в Нижний Новгород, я бы с удовольствием съездила и походила, погуляла по городу, потому что для меня это очень важно. Я искренне желаю вам, Анастасия, отдохнуть и каждой возможностью для отдыха пользоваться. Спасибо вам огромное за то, что вы ответили на все мои вопросы. Извините, если где-то я была некорректна, и я еще раз убедилась в том, что вы большая умница, и эта победа заслуженная. И желаю как можно большему количеству ульяновцев соприкоснуться с вашим внутренним миром, с вашим умом. Я очень рада за ваших деток, за ваших пятиклашек. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». С нами была победительница конкурса «Учитель года» Анастасия Менгачева. С вами был Игорь Негода.